В России история школьной формы началась в 1834 году. В 1918 гимназическую форму признали буржуазным пережитком и отменили. А через 30 лет, в период всеобщего обмундирования, школьная форма вновь стала обязательной. В 1992 году ее опять отменили. История с формой повторяется. В этом учебном году вступил в силу федеральный закон, на основании которого во всех образовательных учреждениях вводится форма. И наш муниципалитет при согласовании с родительским кабинетом города выбрал форму. И эту форму мы сейчас рекламируем, говорим о ней. Ученики 2-го класса школы номер 4 продемонстрировали варианты школьной формы. У мальчишек более стандартный подход – черные брюки, светлая рубашка и галстук. Обязательный аксессуар для учащихся – эмблема школы. У меня на эмблеме город, в котором находится наша школа, и номер 4. И нарисован еще учебник, потому что мы тут работаем с учебниками. У девчонок фасоны и варианты школьной формы разные. Юбки, сарафаны, платья – повториться сложно. Есть юбки разных фасонов, юбки, платья, сарафаны, разные фасоны. Ну и еще можно, если ткань взять похожую, ткань можно сшить похожую. И несмотря на вариации фасонов и разнообразие формы, и дети, и взрослые уверены, школьная форма должна быть и в едином стиле. Раздражения никого не было. Даже если дети были по размеру чуть больше, чем стандартная форма, тем не менее для них магазин нашел возможность взять комбинированные вставки, которые позволят любым детям, любого размера, роста, подобрать подходящую, удобную форму. И я считаю, что школьная форма позволяет ребенку продуктивно работать. Она не дает ему отвлекаться, он не разглядывает рюшечки у соседа, а он сконцентрирован на учебе, и, соответственно, у нас и обучение лучше проходит. И, конечно, это красиво. Когда 1 сентября первоклассники идут в форме, это очень красиво. Да, в прошлом году мой первый класс шел, и все сразу видели, что первый класс, и дети, они шли совсем иначе, чем в детский сад, хотя вроде бы их отделяются в несколько месяцев от детского сада. Похожи на школьников были. И вот у нас были гости на линейке, все были в восторге в первую очередь от малышей, которые шли в форме. 100% за форму. Обязательно это не только украшает, это организует, дисциплинирует. Внешняя форма, естественно, должна еще дополнить и наше внутреннее содержание. Вот хотелось бы об этом сказать. Она дисциплинирует, приводит к сплоченности. Дети начинают чувствовать себя в коллективе, она их организует. И вообще школьная форма в данной, может быть, среде сейчас, она снимает визуальную разницу между детьми, может быть, даже семей с разным материальным достатком. Вообще, я считаю, школьная форма – это как рабочая одежда. Мы же свой гардероб на разные случаи жизни готовим, да? Мы же не идем в театр в Валенках, например. Поэтому я считаю, если коль наши дети идут заниматься делом, то пусть у них будет, соответственно, и деловая одежда на них. Вспоминают и свое школьное прошлое. Отличная была форма, я, естественно, застала это время, естественно, проходила с 1 по 10 класс, и, ну, мне она, по крайней мере, очень нравилась. Я когда в городе встречаю детей, одеты в нашу форму, даже какое-то чувство гордости есть чуть-чуть. Школьную форму единого стиля в этом году будут носить 900 учеников младших классов. Это в школе номер 4. Частично на униформу перейдет и среднее звено. И одинаково аккуратными в деловом стиле учебный год проведут все школьники Анапы.